Сегодняшнее занятие я посвящу решению нескольких задач из книжки «Приглашение на математический праздник». Вы знаете, что это замечательная математическая олимпиада. Отметьте на доске размером 8 на 8 несколько клеток, чтобы любая, в том числе отмеченная клетка, граничила по стороне ровно с одной отмеченной клеткой. Требуется отметить на них несколько клеток таким образом, чтобы любая, в том числе и любая отмеченная, не отмеченная, не важно, чтобы любая клетка граничила бы по стороне ровно с одной отмеченной клеткой. Подсказка. Вы знаете, что на доске клетки бывают белые и черные? Машал. Да. Так вот, представьте себе, что временно мы будем смотреть только на черные клетки. Тогда они граничат по стороне с какими? С белыми. Значит, вы должны решить такую задачу. Отметить несколько, внимание, белых клеток так, так, чтобы любая черная граничила по стороне ровно с одной отмеченной клетки. то заметьте, вы тем самым сразу несколько черных клеток отмечаете. У меня предложение простое. берете карандаш, рисуете где-нибудь, все понимают, что это черные и белые клетки. Вот эта диагональ на шахматной доске черная. Соответственно, вот эта диагональ белая. отметили, рисуете звездочку на какую-нибудь белую клетку. И сразу вот там ставите крестики или точечки на соответствующие черные. надо, чтобы в конце концов у вас все черные клетки были бы отмечены точками, причем по одному раму. Это несложно. Отмеченные белые. Вот эта черная, с этой граничной клетки не делается. Что вы делаете? Это белые клетки, типа ваших. Вы что, шахматную доску никогда не делаете? Соответственно, черные черные чередуются. Что вы делаете? Все, уже ошибка, потому что вот эта черная клетка граничит по стороне с двумя белыми. Все, садитесь, пожалуйста. Уже не нравится. Заложите в свою комнату. Успокойся, не отнимайся с ним все равно. Занимайся петради. Занимайся петради. Занимайся петради. Занимайся петради. Занимайся петради. Занимайся петради. Петради. Занимайся петради. Занимайся петради. Занимайся петради. Я не знаю, почему нельзя просто из тетради скопировать, скодировать почему это дело так вручительно долго если ваше решение неверно хотя потому что эти две клетки разного цвета просили отметить белые эти две клетки разного цвета может быть может что-то исправить но так как нарисовано точно неправильно так ребят это совсем его да или можно что-то подправить в этом решении ну давайте я пройдусь посмотрю посмотрите у этой черной клетки одна у этой тоже и у этой черной клетки одна соседка покажете все нормально просто мне не хочется просто отбрасывать эту попытку и у этой все хорошо и у этой а вот у этой плохо давайте это запомним у этой все хорошо у этой замечательно у этой пл Archives да, вот заметьте очень у многих клеток все хорошо и у этой клетки все хорошо есть ощущение что задача на самом деле решена ошибка какая-то очень маленькая да да все хорошо вот догадайтесь что нужно сделать да и куда ее надо поставить конечно совершенно верно действительно просто один крест поставили сбившись на 1 теперь давайте изменим условия задачи отметить несколько клеток то чтобы любая отмеченной неотмеченной клетка граничиво по стороне ровно с одной отмеченной клеткой кто быстро оказывается ничего не нужно кроме того что мы знаем уже на 8 и хочу чтобы вы воспользовавшись уже имеющиеся решение когда были отмечены белый плет сказали что я должен сделать чтобы решить сюда когда на цвет клеток никто не смотрит кто знает что нужно сделать как можно использовать эту картинку для решения задач когда цвет клетка любая клетка ограничила вы не можете если вы здесь возьмете ничего белую то с ней по стороне как раз ничего не граничит потому что черная клетка может по стране граничит только с белым поэтому если сейчас потребуется решать задачу то нам для белых отмечали белые клетки тогда мы обслуживали черные наоборот чтобы обслужить белые клетки нужно будет отмечать черные какая простая операции которая поменяется цвет клетки чуть выше чуть выше на одну позицию выше да вот 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 в эту проблему если вы сдвинете на одну позицию выше то непонятно что делать с теми есть какая-то совсем простая операция которая на шахматной доске меняет цвет да это просто перевернуть как она называется операция когда просто перевернуть осевая симметрия операция называется осевая симметрия господа беру вот эту прямую и всю доску переворачиваю меняю местами лево и право смотрите что при этом пройдет вот этот крестик перейдет сюда так давайте же ответим вот этот крестик перейдет в соседний отсюда перейдет сюда отсюда так так давайте я чтобы не самому не запутаться в геосимметрии покажу и так вот отсюда переходит сюда соответственно отсюда сюда очень хорошо теперь вот из этого положения перейдет сюда да да конечно осевая симметрия называется так вот эта клетка теперь смотрите это сейчас вы не все увидите и надо забраться с этой и с этой значит здесь у нас будет вот так проверяйте проверяйте пожалуйста каждая клетка доски либо отмеченная и тогда граничит ровно с одной отмеченной то есть они такие доминошки либо просто не отмеченная и тогда граничит с одной отмеченной согласны вот мы придумали вполне симпатичную картину заметь если бы я не дал бы вам подсказку что сначала надо решить эту задачу для одного цвета она была бы существенно сложнее в всяком случае она была бы в олимпиаде сразу в такой формулировке и ее решили она была самой трудной варианте для седьмого класса а если давать ее с предварительным таким путем тоже то очень даже можно решить а следующая задача для постройки типового дома не хватало места архитектор изменил проект убрал два подъезда подъезда добавил три этажа а что разумно количество квартир увеличилось он обратно убрал еще два подъезда и добавил еще три этажа подъезда могло ли при этом количество квартир стать даже меньше чем было в первоначальном типовом проекте в каждом подъезде считаем что одинаковое количество этажей на всех этажах во всех подъездах одно и то же количество хватит разумеется настоящих домах это не всегда так бывают всякие башенки но это считаем что у нас сейчас никакие башни повторяю архитектор должен построить дом но места не хватило тогда он решил два подъезда сократить но добавим три этажа от этого даже стало лучше то есть общее количество квартир увеличилось тогда на радостях он еще два подъезда убрал и еще три этажа добавили и вдруг выяснилось что количество квартир резко упало стало даже меньше чем было в первоначальном проекте вот задача возможно ли так 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 то что человек не так что может Пожалуйста, даже можно не выходить, скажите числа. Перемножить мы и справимся. Скажите числа, сколько подъездов, сколько этажей? Семь подъездов. Семь подъездов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да. А этажей сколько? Нет, вы сначала решите задачу, а куда вы хотите? Ребята, я настаиваю на том, что вы должны уважать других. Все находятся в равном положении. И вот это вот желание любой ценой себе подсказочку выбросить, вы не нищие. Вы здесь нормальные школьники, которые должны решать задачи, а не вымаливать себе подсказку. Решите задачу, а после этого поднимайте руку. А все это подаете на бедность? Абсолютно неправильно. Вы предлагаете пять подъездов и сколько этажей? Три. И три этажа. Давайте посмотрим. Там, значит, пять подъездов, этажей один, два, три. Давайте считать. Было пять подъездов, три этажа, было пятнадцать. Смотрим, сколько стало. Подъездов стало три, этажей стало пять. Тоже пятнадцать. Это не подходит для условия задачи. Потому что вам сказано, что после первой операции количество квартир увеличилось. А почему пять стало? Там плюс три этажа добавили. А, три этажа добавили. Извините. Действительно, не два этажа, а три. Молодец. Стало восемнадцать. Очень хорошо. Так. И теперь, в следующий раз. Подъездов один, а этажей сколько? Девять. Девять. А, да, отлично. Спасибо. Вы решили задачу. Вы решили задачу. Действительно, если у нас в начале было пять подъездов и три этажа, то квартира из нас. Ну, так же вы же на лестничной площадке, может быть, место по лестнице квартир. Но это не важно. Это как раз во всех случаях в одно и то же количество раз увеличится. Да, здорово. Здорово. Ну, конечно, можно было и в общем виде это все сделать. Там обозначить буквами количество, написать неразисть. Но я это делать не буду. Я это делать не буду. Потому что у меня есть работа поинтереснее. Илье Угрунцу, Добрыне Никитичу и Алёше Поповичу за верную службу дали шесть монетов. Три монеты. Золотые и три серебряные. Илья Муромец не знает, какие монеты достались Добрыне, а какие Алёше, но знает, какие монеты достались ему самому. Придумайте вопрос, на который Илья Муромец ответит «да», «нет» или «не знаю», и по ответу на который вы сможете понять, какие именно монеты ему достались. Обратите внимание, Илья Муромец честный, он ответит вам честно, но при этом может быть, он ответит «не знаю», не в смысле «не хочу говорить», а именно «не знаю». Потому что он не видел, какие монеты давали другим богатыря. Вообще, между прочим, это же одна из самых лучших сказок знает, да, про этих трёх богатырей? Нет. То есть, вы никогда не задумывались, за какую зарплату эти три богатыря работают? Да? Вот я про эти и говорю. Да-да-да, это же тратическая история, если так подумать. То есть, они там кого только не побеждали. И змея по-многу раз, и… Татар. Да-да-да, многих, многих. Многих врагов. Разве не из корыстью граждать? А? Разве не из корыстью граждать? Кого? Не из корыстью. Правильно, корысть корыстью. У них зарплаты вообще никакой не было. Понимаете? Это, на самом деле, вот, в России всегда так, к сожалению. К сожалению, всегда так. Это древняя народная мудрость. У меня в свое время был разговор с Валом Владимировичем Ященко. Это директор Центра репутационного теоретического образования. Он человек, который довольно много делает для математики. Мы в хороших отношениях, поэтому я у него спросил. А вот, собственно говоря, каким образом, что называется, платят за зарплату? Даже не то, что я спросил. По-моему, это, как бы, сам собой от кого попавился. И он ответил ей совершенно замечательной фразой. Но дело в том, что он действительно большой администратор, и ему приходится решать много-много данных вопросов. Ответ был такой. Поскольку денег всегда не хватает, платить надо только за нетворческую работу. То есть, если водопроводчику не заплатишь, то он точно тебе не отремонтирует, и здание зальет, или там, наоборот, воды не будет, и все, да? Если уборщиться не заплатишь, то тоже, скорее всего, убежит в какую-нибудь соседнюю, да? И тоже все грязью зарастет. А вот дальше совершенно замечательная вещь. А вот если тебе не заплатишь, говорит мне, уважаемый Владимир Владимирович, то ты же все равно человек творческий. Ты же книжку напишешь все равно. За творческую работу платить не надо. Богатырям Эдемелье Муромцу, Алёшу Коповичу, Добрыне Никитичу платить не надо. Понятно почему? Они все равно богатыри. Они всю жизнь только этим занимаются. Они же, извините, они же за землю русскую. Они же за нее жизнь готовы отдать. Вот. Это реально все серьезно. И он действительно так искренне убежден и, что называется, всю жизнь так делает. Потому что, когда человек всю жизнь работает, получает какую-то квалификацию, он на это уже отдал столько сил, что ему уже, извините, обидно это не делать. Когда всю жизнь пишешь книгу, то после этого ее не издать уже обидно, потому что он ее потратил слишком много лет. И уже, понимаете, уже за сколько она будет издана, автору это не так важно. У него на это ушла жизнь. Вот. Соответственно, в начале... Это история имела продолжение. В начале этого года, когда нас выгоняли с малого мехматой, мы слабо богу не выгоняли, слабо богу, вы видите, что мы здесь остались. Вот. Но, тем не менее, да? Там в некоторый момент... Я... Есть такой замечательный Александр Хранилиевич, тоже математик, вполне себе, такой профессиональный, замечательный. Вот. Я ему рассказываю, что... Ну вот беда. Он вот, что называется, гонит нам, не дают нам работать. Он через некоторое время отвечает. Он навел справки. Нет, все нормально. Работать вам разрешают. Да, зарплату платить не будут. Но это же не так важно. Главное, что работать разрешают. На полной серьезе. На полной серьезе. Вот. Поэтому я действительно благодарен своей Родине за то, что хотя бы работать разрешают. Это, в общем, здорово. Идеология здоровья. А? Хотя бы еще заняться. Хотя бы еще заняться. Совершенно верно. Или вам тоже хотя бы есть. Ничего помогать детям. Да. Это да. Ну, на самом деле, ребята, последствия, конечно, это чудовище. Потому что вы прекрасно знаете, что Китай 30 лет назад был довольно отставным государством. А сейчас это могучее научное отношение державы. Так что, когда государство во все время там… А когда оно один год жадничает, это одно. Но когда оно десятилетиями жадничает, то, конечно, постепенно… И в некоторых моментах Илья, может быть, скажет, что князь Киевский, а давай-ка ты сам себя обороняй. Вот. И все-таки пустит, дорога, надежный русский. И будет абсолютно прав. Четкий формулированный вопрос. То есть, спрашиваете у Мурнца, какой задаете вопрос? Один вопрос. Говорите. Один? Да. У тебя была одна золотая монета и одна серебряная. Смотрите. Если это так, то он вам ответит «да» и «вы». Если это не так, то он вам ответит «нет». И вы не узнаете. Понятно? То есть, вопрос «у тебя одна золотая и одна серебряная», к сожалению, не годится. Давайте действительно выпишем все варианты. То есть, варианты такие. У него либо две золотые, либо одна золотая, одна серебряная, либо две серебряные. Теперь вы будете мне говорить свой вопрос, а я буду писать «да», «нет», «не знаю». Пожалуйста. У тебя две золотые монеты? У тебя две золотые. Здесь ответит «да», здесь ответит «нет». Он опять оба раза ответил «нет». А надо, чтобы он один раз ответил «да», один раз ответил «нет» и один раз ответил «не знаю». Прошу вас. У Алёны Паковича и Добрый Никитича вместе более двух золотых монет. Ой-ой-ой. Так, ну давай, давай, этот вопрос надо написать. У других, да? У других. У других. Более… Вместе. Более двух золотых монет. Так, давайте смотреть. Если такая ситуация, если у Ильи две золотые, то он ответит «нет». Если такая, то он тоже ответит «нет». То он тоже «нет». Здесь у нас есть «нет». А здесь он ответит «да». Поэтому, вообще, кстати, он же знает ответ на этот вопрос. Если вы складываете богатство двух других монетарей, то он знает ответ на этот вопрос. Поэтому это бессмысленно. Да? А у других есть монеты? Не понимаю. Одна монета. Давайте без шума. Давайте не ужинить, да? Давайте громко говорить. У кого-нибудь из твоих друзей есть две серебряные? Интересный вопрос. У кого-нибудь из твоих друзей есть две серебряные? В этом случае он ответит «нет». Да. Да. В этом случае он ответит «нет». Не знаю. Два разных бывает. В этом случае он ответит «нет». Ура! Одно решение задачи, а вы их придумали. Давайте запишем этот вопрос. «У кого-нибудь из твоих друзей есть две серебряные?» Есть две серебряные? Значит, итак, объясняю ситуацию. Если у Ильи две золотые, то автоматически три серебряные монета у двух других бактерий. И, значит, у кого-то одна, у другого две, и ответ «да». Если одна золотая, одна серебряная, то у других две золотые, две серебряные. И, может быть, ответит «да» и «нет», поэтому он ответит «не знаю». А если обе серебряные монеты у Ильи, то всего лишь остается одна серебряная и ответ «нет». Отлично. Еще ваш вариант. То же самое с золотыми монетами. Я понимаю. Поменять местами слова золотые и серебряные. Так, еще. Да? У тебя две одинаковые, или две золотых? Нет. Если вы спросите «так», то он и в этом случае ответит «да». А нужно, чтобы ответы были разные. Да, пожалуйста. Не понимаю. Им дали по две монеты каждому. А. У кого-нибудь есть одна золотая? Ну, смотрите. В любом случае ответ «да». Он же не может все три золотые иметь. Ответ «да» просто. У кого-нибудь из твоих друзей есть одна золотая и одна серебряная? Да. Ну, смотрите. Давайте я запишу этот вопрос. У кого-нибудь из твоих друзей есть одна золотая и одна серебряная? Да. Вместо этого. Вместо этого. Давайте смотреть. Если у Ильи две золотые, то в таком случае у других одна золотая и три серебряные, в любом случае ответ «да». Если такая ситуация, то ответ «не знаю». Если такая ситуация, то тоже ответ «да». «да», «не знаю», «да». Так, давайте я вам лучше зачитаю несколько еще вариантов. Значит, вопрос такой. Правда ли, что у тебя золотых монет больше, чем у Алеши Поповича? Значит, смотрите, если две золотые, то ответ «конечно да». Если две серебряные, то какая ситуация? Там же будет три золотых на остальных твоих батареях, и значит, действительно, у Алеши хотя бы одна золотая есть. Ответ будет что? Да. Ответ будет «нет». То есть у Ильи золотых монет не больше. А если одна золотая и одна серебряная, то ответ «не знаю». Все поняли? Да. Значит, вот второй вариант. У тебя золотых больше, чем у Алеши. Тут есть еще вариант такой. «Правда ли, что кому-то из твоих друзей достались две серебряные?» Это то, что вы сказали, в книжке написано. Такое еще. «Правда ли, что двое других получили хотя бы по одной золотой монете каждой?» Давайте вопрос напишу. «Правда ли?» «Правда ли?» «Правда ли?» «Если две золотые оказались у Ильи, то ответ «нет». Если такая ситуация, то ответ «не знаю». А если у него две серебряные, то ответ «да, конечно». «Если я заберу у тебя одну монету и дам вместо нее золотую, станет ли у тебя больше золотых?» В этом случае в зависимости от того, какую забрал. «Если звери уже золотую, то и станет, а если серебряную, то и станет». Хорошо. Следующая задача очень простая, но не вершим нам решать только сложные задачи. Представьте себе, что у нас имеется вот такой уголок и такой. Сколько угодно таких, сколько угодно таких. И фигура, которая получена из квадрата размером 5 на 5, отрезанием трех клеток. Я сейчас покажу таких. Представьте себе, что от квадрата размером 5 на 5 мы убираем вот эти вот клеточки. Задача. Если вот такая фигура разрезана на такие и такие уголки, сколько трехклеточных уголков может быть? Очень простая задача. Давайте. Сколько трехклеточных уголков может получиться при разрезании квадрата 5 на 5 без такой полоски трехклеточной на… А можно, чтобы оставалось ну там одна уголка? Нет, 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 конечно. Именно разрезание целиком фигуры. Никаких лишних клеток не давно оставаться. Вот. Нет, слушайте, вы сначала решите задачу, потом подавайте плюс. А не больше? А? Вообще, сколько может получиться? То есть ответ может получиться столько, столько и столько. Знаю, там 3, 8 и 99. Ну, в 99 вряде фигуру, состоящую из 22 клеток, изображённых на рисунке, разрезали на трехклеточные и четырехклеточные уголки. Полностью никаких обрезков не получилось. Сколько могло при этом получиться трехклеточных уголков? А это уже много может больше или больше? Надо ответить на вопрос задачи. Сколько их могло быть? То есть ответ звучит так. Их могло быть. И дальше списком идут числи. Столько, столько или столько. Четырехклеточных уголков. Сколько могло быть трехклеточных уголков? Если вы предлагаете способ разрезания на уголки, то этого недостаточно. Да, пожалуйста. Какой ответ? Вы придумали разрезание, когда два трехклеточных уголка. А сколько при этом четырехклеточных? Четыре. Четыре. Давайте запишем. Два умножить на три плюс четыре умножить на четыре. Шесть плюс шестнадцать – двадцать два. Так. Можете показать свой способ? Тихо. Советую ставить цифры на первую часть писать. Ну или так. Можно стирать. Давайте пить тряпку и стирайте лишнюю глину. Тогда тоже будет. Так. Это один четырехклеточный уголок. Дальше. Один трехклеточный. Еще один четырехклеточный. Можно быстрее? Один трехклеточный уголок. Имеется в виду, что вот у нас есть трехклеточный уголок. Так, и имеют еще все. Садитесь, пожалуйста, и все сделано. Так, ладно, надеюсь, все понимают, что это не решение задачи. Это не решение задачи по той простой причине, что, возможно, и другие представления. Сейчас я просто нарисую вам, если вы хотите, чтобы не переставали. Возможно, и другие представления числа 27 через тройки и четвертки. Так, сколько у вас будет трехлеточного? Трехлеточный принял шесть, а один и штрехлеточный ходил. Давайте, давайте. Продолжение следует. Все, спасибо. Давайте мы обратим, что мы написали. Что здесь нарисовали? Значит, сделаем следующее. Шесть умножить на три плюс один умножить на четыре тоже 22. Давайте посмотрим на доске. Вот это вот один, два, три, четыре, пять, шесть и десять штрехлеточный угол. Отлично. А зачем вы это уже понимаете? Уже все. Дело в том, что по-другому из троек и четверок число 22 сложить невозможно. Объясняю, как это проще всего проверить. Вы можете просто перебрать, сколько может быть четырехлеточных уголков. Если их вообще нет, противоречие, потому что 22 на три не делится. Если один, получается. Если два, опять не делится. Три не делится. Четыре получается. Если пять четырехлеточных уголков, то тоже беда, потому что 22 минус 20 не делится на двух. Ну все. Задача очевидно решена. Задача совсем простая. Мила Манусов. Одно число семизначное. Другое число. Скольки. Девять незначное. Каждая буква обозначает цифру. Разным буквам соответствуют разные цифры. Когда посчитали произведения цифр, выяснилось, что эти произведения совпадают. То есть если перемножить все цифры слова Михайла, то результат будет такой же, как если мы перемножим все цифры слова Ломоносова. Именно перемножить? Именно перемножить. Скажите, пожалуйста, почему равна из произведения? Да. Оба равны нулю. Оба равны нулю. Правильно. Почему? Потому что, например, О это ноль. Почему О это ноль? Ноль. А можно всего или укреплить как вот 10 букв. Так, давайте разбираться. Одна, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая. Кроме этого есть еще N. С и V. Да, всего 10 букв. Всего у нас в этих букв произведения 10, всего вот, проведение 10 букв будет нулёк. Да, одна из них будет нулёк. Следовательно, произведение хотя бы одно произведение будет равняться с нолёком. То есть, на самом деле, если эти произведения равны, то зачем это то, что там где-то есть нулевая цифра, такие фигурки? Вот такая потеклеточная фигурка. Такая и такая. Это всё по-другому. Задача. Использовав каждую из фигурок по одному разу, сложите фигуру, имеющую ось симметрии. Ось симметрии, это все должны знать, что такое. Такая прямая, относительно которой наша фигура. Очень симпатичная выточка. На фантазию. Советую вырезать без бумаги эти три фигурки. Вот и вопрос. Да. А это вообще можно, там, в сумме равны 17? Ну и что? По симметрии может проходить путь клетки. Задачи знают даже два способа. Что? Попросить у соседа. Да, конечно. Конечно. Результаты вы эту задачу знаете, но, опять-таки, для тех, кто не знает, это, возьмем, берем. Проведя всего три отрезка, нарисуйте замкнутую трехзвенную ломаную, которая проходит через все точки. Здесь нарисуйте четырехзвенную, незамкнутую ломаную, которая проходит через все шестнадцать точек. Здесь нарисуйте шестизвенную, замкнутую ломаную, которая проходит через все шестнадцать точек. И вот вам еще задача на эту тему. Здесь пятизвенную, незамкнутую ломаную, а здесь пятизвенная, незамкнутая. Это мы так до трехзвенную считали, да? Да, теперь до трехзвенную. Конечно, можно нарисовать пассивы, можно нарисовать треугольник, на сторонах которого стоят эти четыре точки. Ну, конечно, можно было бы правнее нарисовать треугольник, но смысл уже всех нет. Вот стоят эти четыре точки. Нарисовали. Нарисовали. Станкнутая, трехзвенная, ломаная, треугольник. Ну, давайте дальше. Перед, перед, и судьи. Да, и наконец. Так, отлично. Ну, ребята, у нас все честно. Видите, выдели. Все просто. Теперь, наверное, начинаем. Отсюда. Один, два, три, четыре. Понимаете, красоты можно здесь, а можно... Все, отлично. Один, два, три, четыре. Четырехзвенная, ломаная. Конечно, дальше интереснее. Я бы советовал начать с пятизвенных, хотя и шестизвенных тоже. Один, два, три. Дальше. Дальше. 2, 3, 4, 5, 6, 1, не понимаю, ломаная, значит, что вы не должны открывать руку от доски, а вы не знаете, что ломаная, это не несколько отрезков, а вы должны отрезки проводить, не открывая руку. Рисуй, блин. Быстро рисуем, не ждем ничего. Эй, 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 и как это интересно? Прямая, не может быть кривой. Могу, но не хочу. Значит, ребята, вы знаете, у него нарисован правильно. Так что пытайтесь угадать у него линию, после чего человек не умеет листовать прямые отрезки. Я нашел решение, как же с собой. Очень хорошо. Очень. У меня неправильно. Проблема вся в том, что все, уходи. Уходи, пожалуйста, уже все. Проблема вся в том, что вот эта линия расположена под 45 градусов горизонтально. И вот эта тоже. Они никогда не беседуют. Они никогда не беседуют. То есть замысел был хороший, но, к сожалению, здесь есть две параллельные линии. Может быть, и не нарисованы. Вот вам новая картинка. Вася, пожалуйста, новая картинка. Только не зашип. Вася, пожалуйста, я нарисую для вас. Я там тоже нарисую. Дальше, что интереснее, что дальше. Это диагональ называется. Я боюсь, что правда мне придется нарисовать. Ну что ли, давайте я нарисую. Давайте нарисую. Ребята, разрешите, пожалуйста. То есть мысль такая. Диагональ. Это абсолютно непонятно и не страшно. Другая диагональ. Это тоже вполне такая естественная вещь. А вот дальше смотрите. Здесь берем вот такую штуку и рисуем до пересечения. Вам в тетради это очень легко сделать. На доске нам, в СССР, конечно, это труднее сделать. Но тоже, в общем, не так уж сложно. Вот. После этого, собственно, дорисовываем так же. Да, получается, что-то вроде джука. Очень прошу вас в тетради, в линейке, в точности, на эту картинку изобразить. Никого с собой нет книжки-мотружок? Такая беленькая. Вот, вот, конечно. Давайте сюда. Значит, ребят, вот такая книжка. Давайте мы ее сюда покажем. Видно? Подальше можно чуть-чуть ее смазывать. Нормально? Да, нормально. Все, отлично. Все посмотрели? Так, передаю просто по рядам. Пожалуйста, не испортите книжку и хозяину отдайте. Нет. Нет, надо посмотреть и передать дальше. Вот. Ну, на самом деле, у этой задачи есть еще и другое решение. А именно, помните, была четырехзвенная ломаная и девять точек. Было? Оказывается, не сложно дорисовать ту картинку до нужного нам в ряду. Значит, смотрите, вот она, четырехзвенная ломаная. У нас есть еще всего лишь два отрезка. Но это же совершенно нормально. Потому что, смотрите, что тут. Или сами делаете. Нарисовать еще точек и еще два отрезка. Чтобы это все пошло в шестизвенную, замкнутую ломаную. Не замкнутую. Я могу нарисовать вам очень легко. Вот просто отсюда взял, пошел вниз. И пошел вот сюда. Дорисовываю точки. И у меня получились 16 точек. Но проблема с тем, что это не замкнутая концентрация. А мне нужна замкнутая. Чуть-чуть подумать, если. И легко все превратится. Да, можете? А что вы пройдете? Можно? Покажите. А что вы пройдете, что он знает? Пожалуйста. Не надо мелко. Не понимаю. Если здесь диагнозы будет. Откуда вы начинаете путь? Давайте отсюда начнем. Раз, два, три. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь. Семь отрезков придется рисовать. Не сюда. Быстрее покажите, пожалуйста. Один. Стоп, 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 стоп. Стоп. Взять. Ребята. Эти две племени пролеплены. Эти две племени пролеплены. Поэтому не найдете вы там пересечения. Так. А если вы хотите, пожалуйста. Положите мелко. Покажите, что надо дорисовать. Нет, а если бы была, а если бы есть это или нет? Садитесь, вы не помните. Да, да. Надо дорисовать всего-то чуть-чуть. Но чтобы получился сам, кто-то, шестизвендная, оба. И как вы ее за шесть отрезков пройдете? Выходите, кто считает, что у нее есть решение. Выходите, пока. Все, победа. Вот остальные, блядь, скилзвендная. Не важно, не важно. О, молодец, конечно. Конечно, вот этот отрезок, ребят, это не совсем просто. Не важно, откуда начинаем. Смотрите, например, первый отрезок, значит, раз. Это второй отрезок, прошли сюда. Вот это третий отрезок. Четвертый. Пятый и шестой. Так, еще раз. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Замкнутый шестидвенный лоб. Запомнить это очень легко, перевернутая табуретка. Согласны? Да. Вот. По-моему, у этой задачи есть и еще какие-то способы решения. По-моему, можно было эти уши рисовать, но, ладно. Это все уже не так интересно. Интересно, что у нас остались две задачи. Не замкнутая. Не замкнутая, беззменная. И из фигурок сложить, чтобы была осимметрена. Один отрезок. Ну, надо, чтобы прошло второй. Три, идти. Да, три. Дальше. Четыре. Все, все, садитесь. Все, садитесь. Подсказка. Не обязательно прямые, горизонтальные, вертикальные. И даже не обязательно под 45 градусов. Пожалуйста. Я взял. Нет, я взял. Так, ну, куда он уже вышел. Вырисуйте так. Каждый получит свои точки. Чтобы я точками школьников не обеспечиваю. Раз, два, три, четыре, пять. Одну точку не прошел. Все. Одну точку не прошел. Так, один, два, три, четыре. Так. Ёль. Настя. Так. 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 Спасибо. 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 Так можно, потому что это непролитное прямое. Слушайте, а это хорошая идея. Хорошая идея, действительно. Итак, один, два, три. Четыре, пять. Идея вся тоже есть две клетки, одна клетка, поэтому эта прямая не параллельна этой. Правильно?